Два этапа конкурсных испытаний у педагогов-психологов уже позади. Участники представили презентации, провели открытые занятия. Пять финалистов, а это специалисты школ, детских садов и центров дополнительного образования, сегодня в конкурсе профессионального мастерства боролись за звание лучшего. Психолог – это один из главных членов коллектива в любом образовательном учреждении. От него зависит психологический климат. В школах и детских садах он занимается, конечно же, и адаптационной, и профилактической работой. Служба очень востребованная. В регионе, в нашем Краснодарском крае мы на хорошем уровне. В течение 10 лет педагоги-психологи Сочи успешно представляли наш город в крае и на всероссийском этапе. Роман Амельченко второй раз становится участником конкурса. Прошлое достижение – это третье место. Шансы победить в нынешнем этапе, говорит педагог, есть. Остается достойно представить свою работу в конкурсных заданиях. Это масса удовольствия для конкурсантов – проявить себя творчески, найти новые решения. Самое главное – узнать что-то новое и поделиться своим опытом. От каждого участника ты черпаешь какую-то положительную энергию и новые знания. Потом, конечно, применяешь их в работе. И, конечно, соревновательный момент тоже очень интересен. По итогам муниципального тура определили лауреатов. А победителем юбилейного 10-го конкурса педагог-психолог Кубани стал Роман Амельченко. Он и получил право представлять наш город на краевом этапе.